Привет, мои дорогие зрители! Сегодня я вас хочу познакомить с замечательным блогером Станиславой Норд. Познакомились мы со Стасей на ютюбе года два назад, если не больше. Я подселую на ее видео конкретно, потому что вот приходишь, наслаждаешься просмотрами. Настолько снято профессионально ее видео, настолько они потрясающие, всегда информативные, интересно оформлены, со своим неповторимым стилем. Стаси снимает о своих занятиях спортом, что очень мотивирует. Кстати, о программе ЗОЖ, о туристических поездках практически по всему миру, о любимом Мурманске и Североморске, в котором я была. И вот нас еще объединила любовь к этому городу, к военно-морской базе Северного флота. Видео для девочек, как мы любим, видеоболталки, шоппинги, украшения, парфюм, полезные советы, ремонт. В общем, супер, мне очень нравится ее канал. Оптимистка с хорошим чувством юмора, умная, красивая Стася. Так что проходите, пожалуйста, по ссылке под видео. Я уверена, что многие, посмотрев ее видео, подпишутся и станут преданными и верными зрителями. Вот так вот. Стасечка, спасибо тебе. Успехов тебе творческих, личных. Очень тебя люблю. Кисую хагую. Североморск, волшебных снов приют. Мой городок, судьбы моей столицы. Кружатся в небе чайки и поют, Что в Заполярье невозможно не влюбиться. Североморск, волшебных снов приют. Североморск, волшебных снов приют. Североморск, волшебных снов приют. С чего все начиналось. Светочка, хочу тебя попросить, если будет такая возможность, Сходи на местный рынок. Покажи мне белорусские колбасы. Не хватает длинной телефона. Особенно хочу на кровавую, с гречей, посмотрите, поглотать слюнки. Да и на тыканую тоже. Помню этот вкус и запах белорусской домашней колбасы. Витаю вас, поважаемые телеградачи. Я сегодня разговаривала по белорусской колбасе. Нам взяла вишиванку, кустку. Ай, не могу. Заварю цито бригожая женщина, цито фаней, кобета, цито баба яга. Заварю сейчас бульбу. Бульба. Артопля. Буду разговаривать по-русски. Иначе никто ничего не понимает. Почему маскарад? Девочки, мальчики, ко мне прилетел заказ из Америки. Я работаю на Америку сегодня. Девочки, которые уехали в разные страны мира. Я, конечно, рада за вас. Но приходится иногда вот такой вот образ на себя напяливать. Маскарадный, карнавальный. И удовлетворять ваши проблемы ностальгические. Сохните вы по нашей отчизне-то. Сохните все. Я сегодня конкретно про Нинель говорю. Закидай, говорит, колбасой Америку. Вот представляете, задачу передо мной поставили. Дай Америку колбасой. Ну как не выполнить эту просьбу. Да белорусской колбасой. Кашанкой. Или кашанкой. Не знаю, как правильно поправьте. Знаете, есть такая колбаса, в составе которой находится гречневая каша. Представляете? Я такую колбасу не ем. Я на нее даже смотреть не могу. Честно. Но купила. Хотела сначала пойти надеть маск-халат. И перед витринами магазина втихаря подпольно снимать эту колбасу. Ну в гомере такая жара. Я как представила себя в маск-халате. Не справлюсь. Не справлюсь. Поняла, что не справлюсь. Поэтому выбрала самый легкий путь. Оплатила на кассе колбасу. И скоренько вам ее покажу. Бульбачка варится. И вот тут я уже пристроила жарить ту самую тыканую колбасу. Для тех, кто думает, что очень странное название, но действительно странное, народное название. Когда-то в частных подворьях эту колбаску делали следующим образом. Очищали кишки и прям пальчиками туда забивали. Очень вкусное содержимое. Разные сорта мяса смешивали. Чесночок, пряности, травки. Ну и потому возникло такое название. пиканая колбаса. Такую колбаску можно сварить, но вкуснее гораздо ее поджарить на гриле или в обычной сковороде. по-отельне, шагунная, если по-белорусски. Нинель, обе твои просьбы выполнены. Вот это та самая кашенка или кошанка, кровяная колбаса с гречневой крупой, то есть кашей. Скажу тебе честно, что есть эту колбаску я не буду. Все брату достанется. Но раз я купила, неужели я тебе не покажу в разрезе эту колбаску. Смотри, дорогая, видишь? Верхняя нота какие-то пряности. Средние ноты что-то мне напоминает о каком-то животном происхождении. Все остальные ноты можно ощутить, только попробовав на вкус. Но пробовать я не буду. Еще раз, Нинелечка, все для тебя. Вообще передай там свои пищевые американские промышленности, чтобы они наделали вам колбасы, кролянки, там, человеков нажарили. И то, что я буду есть. Сейчас попробую. У меня тут огурчик. Бульбачка спаренная. Ой, ну тут, конечно, совсем другая пирамида. Верхняя нота, чесночок. Понюхай, Нинель. Нинель, ты чувствуешь? Нинель, ты чувствуешь? Средние ноты какие-то пряности. Чтобы какой-то розмаринчик тут, что ли. Боже. Вообще, мясо не ешьте, девочки. Я тут ради искусства стараюсь. Девочки, вертайтесь все. Короче. Из Америка своих. Лондонов и Парижей. Слушайте, я эту прическу сегодня несколько раз переделала. Все равно бабка ешка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин